Всем привет! Сегодня снова с вами Басун. Сегодня я расскажу об игре David by Ship. Это игра жанра головоломки. Здесь в игре представлено 5 миров, то есть 1, 2, 3, 4 и 5, в каждом из которых 30 уровней. Как видите, вот один из примеров уровней. Уровни будут разнообразные, но насколько я помню, здесь в игре площадь использования 3х3, то есть 9 полей. Или даже в некоторых уровнях есть где не 3х3, а 3х4 или 4х4 даже, что позволяет вам придумать разные HD, как выполнить данное задание. В игре вам предстоит играть овцами, волками, свиньями, то есть не одним как бы видом персонажей, а несколькими. При этом выполнять различные задания, то есть скажем вот, давайте я начну первую миссию в первом мире. Идет такой отступительный ролик, рассказывающий историю смерти, которая сеет в аду. Ей скучно, у нее ноль друзей стало, а все счастливы, и она придумывает способ, как извинить все это, то есть чтобы у нее стало много друзей. Она решила как бы убивать овечек, свиней, волков. И для этого вот ваша задача. Вам нужно спасать овец. При этом в каких-то уровнях вам нужно будет спасать овец, каких-то нужно будет спасать волков, каких-то свиней. Либо будет и тех, и других, либо наоборот убивать. То есть нужно будет душить. Вот две овцы нам нужно прислать. Теперь четыре овцы. При этом видите, количество полей. То есть показано количество юнитов, которые могут находиться на данной площади. Шесть. У нас есть шесть овец на шести площадках. Здесь у нас позволяет шесть. Здесь шесть позволяет. Здесь шесть. Вот первый уровень бройтинг на три звезды. Если в игре нет места на площадке для юнитов, скажем вот так вот. То есть видите, лишние юниты будут утоплены, то есть убиты. В данный момент нам не нужно никого убивать. Поэтому души нам не засчитываются. И мы можем спокойненько дальше продвигать овец на лодке. Но сейчас нам не хватит овец. То есть нужно считать количество необходимое слева. Четыре, два и четыре. То есть нужно принести за первый раз на плод четыре. Потом две овцы, потом еще четыре. Если вы принесете больше, то плод начнет тонуть. То есть миссия не будет считаться засчитанной. Волки. Если посылать овец на волков или волков на овец, волки сожрут то количество овец, которое есть в волков. То есть если вы пошлете четыре овцы на четыре волка, один волк останется голодным. И он может дальше перемещаться и есть овец, либо спасаться на плоту, либо умирать. Если вы пошлете наоборот, скажем пять овец на четырех волков, одна овца выживет и она уже может быть спасена. То есть вам нужно будет здесь заниматься математикой, считать элементарно, сколько может выжить юнитов и какие могут съесть, какие нет. Дальше у вас появятся ловушки и волчьи ямы, в которых волки будут пропадать. То есть нужно учитывать это, потому что нужно будет спасать волков. Если их переместить, они исчезнут, они умрут, но они не будут доступны для спасения. То есть нужно будет смотреть, кем жертвовать. Овцами, волками или свиньями. При этом появятся лазеры, которые разжигают овец на две части. Половинки также могут быть перемещаться и на плоту будут сшиты как бы в одну овцу. Две половинки. Так что тоже нужно будет усчитывать. Появятся потом свиньи, которые вытесняют овец. То есть даже если место свободное, свиньи обязательно вытесняют овец. Санимают их место. Так что нужно в первую очередь думать, кого отсылать, свиней или овец. Потому что вы можете потерять всех овец, а нужно будет спасать именно их. Также будут появляться воронки, зажигалки, другие опасные вещи или какие-то там. При этом нужно будет учитывать количество ходов, скажем, для спасения. Потому что будет зажигаться на тех же горелках. Появится тотем, которым нужно будет убивать, либо который тотем тоже доставить нужно будет. Нужно будет просто скормить кракену овец. В общем, головоломка затягивает и достаточно интересная. Я прошел всю игру, все пять миров по 30 уровней на 3 звезды. То есть с ними она у меня полностью отображается как идеально пройденная игра. Получены все достижения. Данную игру я потом запишу полностью все уровни прохождения с объяснением, что куда и почему и как. Вот если посмотреть, 90-90, второй мир также, третий, четвертый и пятый мир. И все миры пройдены. Вот последний уровень. Как сделан последний, он самый легкий. Вот видите, тут все есть уже. Есть также динамит, который будет взрываться, если убрать с него юнитов. То есть нужно оставлять на нем кого-то, чтобы переместить еще можно было кого-то туда же. И много разных тоже ловушек всяких. То есть игра интересная. Заставляет задуматься. Можно, если, скажем, прошел уровень на одну звезду, хотя можно пройти к следующему уровню, доступ получить. И не париться, так сказать, не ломать голову, пока вы не можете пройти этот уровень. Просто отложить его. Игра мне понравилась. В принципе, из пяти я дал бы пятерку. Я бы еще поиграл, если было бы продолжение. Но продолжения, по крайней мере, нету. Я и не нашел. Будет разработчики, нет, не знаю. Но игра очень интересная. Она позволяет также детям, как постарше. То, что тут есть, как бы, кровь, когда овец режете. То, что поиграть можно в эту игру постарше детям. Она будет достаточно интересной головоломкой развивать мышление логическое. Как, что, куда можно переместить. Редко встречаешь такие достаточно хорошие головоломки и увлекательные. Так что я всем советую поиграть в данную игру. В следующих видео я постараюсь выложить полное прохождение игры на три звезды, чтобы все могли ее без проблем пройти. Кто где встал, так сказать. У кого где-то случился, так скажем, тупик в каком-то уровне, что могу посмотреть и определить. Выложу видео, наверное, скажем, по отдельным мирам. То есть пять видео будет по 30 уровней в каждом. С объяснением, что, зачем и как. Так что, всем спасибо за внимание. Ждите видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем удачи и удачного прохождения игры.